Порядка 250 обследований посчитали на высоких уровнях избыточными, поэтому они были исключены из перечня. Речь о перечне обследований, которые необходимо пройти человеку, чтобы его признали инвалидом. Чтобы упростить этот процесс, приняли ряд нововведений, которые должны заработать до конца года. Их обсудили на пресс-конференции, посвященной порядку прохождения медико-социальной экспертизы. Одна из новелл – новый вид освидетельствования или так называемая безличная экспертиза, или деперсонифицированная. Ее введут в июне этого года. Это вид экспертизы подразумевает выгрузку направления на пациента в любой другой регион. Персональные данные этого пациента определенным образом информационная система скрывает. Результаты предыдущих освидетельствований также будут частично скрыты. И наш пациент из Алтайского края может проходить освидетельствование, допустим, в Магадане. Если в другом регионе затрудняются вынести решение и возникает необходимость дополнительного обследования, направление отправляют обратно в исходный регион. С какой целью? Для того, чтобы у нас очень большое государство, очень много служб медико-социальной экспертизы, то есть субъектовых. И для того, чтобы был одинаковый подход, скажем так. Следуя такой системе, обжаловать это решение пациент сможет только в Алтайском крае. В среднем решение бюро обжалует менее 10% краевого населения. Однако это возможно в Главном бюро, затем в Федеральном бюро в Москве или в судебном порядке. Саму экспертизу можно провести как очно, так и заочно. Но основной фактор признания инвалидом – стойкая утрата трудоспособности. Не каждый диагноз подразумевает наличие группы инвалидности. Должны быть функциональные нарушения. У нас действительно это пациенты чаще всего сердечно-сосудистые патологии, сахарные диабеты, неврологии. И, конечно, это онкобольные. И при этом онкобольные, как правило, мы пытаемся в течение трех дней оформить, чтобы у пациента была возможность получить дальнейшую и химиотерапию бесплатно, и, скажем так, палеотивную помощь. В целом, процедура освидетельствования занимает не дольше 30 рабочих дней. В год Алтайское бюро медико-социальной экспертизы проводит более 40 тысяч экспертиз, устанавливая население, группу инвалидности и ее срок действия. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.